здравствуйте меня звать антон я вам расскажу историю как я коротко и ясно побывал в аду но это произошло в марте 2007 года это было четыре с половиной года тому назад примерно что происходило до этого я жил как и все был как всем делал грех который мне нравилось делать хотя я и был воспитан и вырос в христианской семье каждому из нас необходимо родиться от бога если я даже называюсь христианином и являюсь затем божиим не увижу царства небесного но слава богу что со мной это произошло что этому предшествовало внутри меня была огромная пустота боль разочарования отчаяния 7-минутные утешения помогали но после вызывали еще больше боль отчаяния пустоту 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 что очень-очень мучило лежало небольшим гнетом на моей душе я искал любовь я знал что она есть как будто бы знал искал не в тех местах искал в людях я очень отчаялся и очень интересные события стали происходить со мной еще с конца раз-два-три я понял я очень быстро понял что это делает бог что только он имеет такую власть он он сверхъестественным образом начал изменять мое мышление и я стал тянуться к богу я стал желать бога я плохо понимал что будет дальше я плохо понимал что делать сейчас я действовал интуитивно но уже тогда я шел навстречу богу и бог бежал ко мне я уже был очень близок к той чертеж когда я смогу отдать свою жизнь отдать полностью и посвятить богу иисусу христу потому что я знал что он за меня умеет но лучше случилось в самых первых числах марта 2007 года была ночь или уже раннее утро как я почувствовал себя в аду как я понимаю сейчас делал не хотел меня отпускать потому что он видел что мы движемся с богом навстречу друг другу я слышал различные свидетельства об аде люди рассказывают что они там видели как видели кого видели я же расскажу немного по другому потому что и помню и чувствую по другому когда я там учтился это совершенно иной мир это совершенно иной мир я не думал о том я не размышлял как я здесь очутился то есть уже будучи в аду там некогда думать об этом я просто коротко постараюсь донести что я там испытал что я там пережил что я там почувствовал потому что то что люди переживают и чувствуют в аде это не передать нашим земным человеческим языком и если самые негативные самые противные болезненные злейшие чувства на земле вызывают в человеке огромную боль отчаяние скорбь разлуку одиночество тоску смертельные мучения то там люди являются частью всего этого и если выбрать происходящее на земле все негативнейшие чувства и переживания в самой крайней их степени то это только цветочки по сравнению с тем что есть там и как я говорю что чувства там помножены мне сложно сказать во сколько именно раз но чтобы объяснить человеческим языком я постараюсь представить это в цифрах все негативные чувства умножены в десятках сотнях тысячах раз десятки и сотни тысяч раз в соотношении с самой крайней болью с самым самым крайним отчаянием с самым крайним одиночеством и тоской которые человек испытывает на земле с самой крайней скорбью а наверное было самым ужаснейшим чувством которое окутывало собою массу других противных негативных отрицательных чувств и эмоций так это пожалуй было то что постоянно присутствует там осознание ясное и четкое что отсюда выхода нет это навсегда это навечно и как библия говорит пророк и сая пишет что у живых есть надежда там этой надежды нет я хочу сказать что естественно в этом теле человек не может выдержать то есть он не сможет там прожить какую-то долю секунды даже за одну секунду он бы в этом теле там пережил сотню тысяч смертей да это сказочно фантастично может звучит для вас но это именно так но там человек был бы наверное и рад перестать существовать но он не может этого сделать что происходило потом потом я увидел со стороны увидел со стороны планету Земля в космосе я увидел Иисуса Христа я одновременно я нахожусь в аду то есть я знаю это Бог мне специально дал видение этого что произошло в данный момент почему я с вами вообще сейчас здесь разговариваю да благодаря чему а точнее благодаря кому я вижу я вижу Иисуса Христа пронизывающего собой всю землю то есть у него ноги выходят с одной стороны планеты Земля то он еще с другой стороны я видел его туч я видел его ноги то есть он собой пронизывает всю землю я только лица его либо не видел либо не помню и как в псалме написано сойду ли в преисподнюю и там ты и там Господь это как бы люди оказываются просто не по ту сторону Бога по которой им стоило бы находиться потому что в аду гнев Божий на неуверовших не принявших сына его Иисуса Христа не покаявшихся перед ними я просто вижу что Иисус очень легко берет свою руку опускает в недра земли поэтому я понял что ад находится в центре планеты Земля именно там я был Христос и я вхожу в тело и я вхожу в тело то есть на этом моменте я поясню что если бы не вот эта милость Божия что Он взял меня оттуда и вернул вот в это земное тело чтобы дать мне возможность прийти к Нему ну мое тело бы на утро просто нашли бы бездыханным знаете тем людям которые уже в вечности им без разницы по большому счету каким образом они вышли из тела наверное вам известны случаи когда люди засыпали и не просыпались а что потом констатируют медики это уже не имеет значения для находящихся там кровоизлияние или мозг инфаркт что то еще неважно итак я вошел в тело я резко сажусь на кровати можно сказать соскакиваю я не помню я не видел себя со стороны здесь на земле уже я ору со всей силы я просто ору что есть можно аааа. я ору, 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 ору я просто орую и не могу перестать орать потому что тот ужас тот страх та жуть все еще преследовала меня здесь на земле меня трясло меня колбасило говорю понятным языком для моего поколения я говорю не только для своего поколения но преимущественно я соскочил и я явно осознавал со мной присутствует явное осознание что от это реальность и я только что там был я теперь снова здесь но этот ужас все еще со мной мои чувства мои эмоции мой разум еще не пришел в порядок меня трясет очень очень сильно тогда еще я был человеком религиозным я схватил какую-то иконку у меня там стояла крестик мою на фотографию схватил чему-то вот и библию схватил и вот эти все предметы против я начал теребить в своих руках нет я вот так сижу меня колбасит трясет 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 частичка она еще преследовала меня к земле какое-то время было ужасно но здесь я мог отходить от этого вот в это время понимаете что что там происходит здесь людям этого не слышно дело в том что я не знаю сколько времени 20 минут 40 минут я не знаю сколько ну я не подходил к зеркалу я боялся подойти к зеркалу потому что я в общем-то уверен что что я седой точно в общем-то мало я думал что после такого люди не могут посидеть но узнаете огромная милость божия что я не посидел во-первых потому что я не в этом деле был в аду это раз но даже если сказать что не в этом теле выводу поэтому не посидел то хочу сказать что я бы даже от того ужаса который я испытал уже войдя в тело то есть уже вот в этом теле и продолжал испытывать часть того ужаса я должен посидеть еще одна милость божья вот так вот в 23 года человек может посидеть но я благодарен богу за то что есть параллельно происходили события следующего содержания я смотрел фильм страсти христовы и вы знаете дело после этого пытался посмотреть с этими же чувствами мне не удавалось тогда мне господь явно показал через этот фильм и с учетом того что у меня были знания уже на тот момент что я точно знал что иисус приходил на землю в облике человеческом я точно осознавал что это я должен был там висеть на кресте что это не иисусовые руки должны были приглаждать к кресту но мои что я должен быть распятым потому что расплата это смерть бога все закономерно кроме его милости мне ее не понять я помню я осознал я плакал со слезами это были слезы покаяния знаете точнее на тот момент наверное еще осознание просто происходило отдал я богу свою жизнь через два дня после того как я был в аду когда мои чувства и эмоции сколько то улеглись в моей голове как-то пришли в порядок сколько то я точно понимал что все настала пора иисус мне сказал Антон пойдем со мной пойдем за мной я говорю да господи я не мог противостоять этой огромной любви Божьей и помню и вам скажу эту дату моего духовного рождения я стал дитем Божьим это было 7 марта 2007 года я параллельно общался еще с одним братом во Христе я просто оказал расположение и будучи у него дома я еще ему не рассказывал на тот момент что я был в аду я сказал я хочу помолиться я говорю пойдем в твою комнату сидел жена его стол на кухне я он я говорю Алексей пойдем что помолиться и там случилась молитва моего покаяния перед моим теперь уже Господом Иисусом Христом сказал Господь я понимаю что я не состоятельен стать лучшим без тебя без твоего присутствия в моей жизни Господь возьми меня веди меня я твой слава Богу Анатолия за эту огромную милость в моей и в твоей жизни действуй и помни что здесь сколько мы проживем сколько проживут наши дети здесь для всех нас только лишь начало и наши отношения с Богом в вечности определяют наши отношения с Богом здесь на земле я тебя благословляю я тебя благословляю именем Иисуса Христа кто смотрит это видео и желаю обильных Божьих благословений в своей жизни спасибо за внимание Анатолия Анатолия Субтитры создавал DimaTorzok